Многие знают фразу «любовь с первого взгляда». Правда, она бывает разная. 18-летняя Кристина Найденова вспоминает, как 12 лет назад дедушка ее привел на всестилевое карате. С тех пор не прекращает тренировки. За эти годы спортсменка выигрывала как городские турниры, так и всероссийские. В активе у Кристины есть серебряная медаль с чемпионата мира в Чехии. Теперь и на взрослом уровне. Золотая медаль на чемпионате России в Анапе. Кристина поделилась, за счет чего получилось выиграть. За счет характера в первую очередь. За счет техники, наверное. За счет скорости. Карате – это моя жизнь. Я не знаю, я не представляю жизнь, если бы я не стала заниматься карате. Что бы я делала, чем бы я занималась. Я бы не поездила по разным городам, по разным странам. Все стилевое карате – довольно-таки жесткий вид спорта. И многие говорят, что это не для девушек. Но наша героиня с этим не согласна. Ну вообще, как бы это стереотип, что говорят, что это не женский вид спорта. Вот мне кажется, любой спорт, он и одинаковый для мальчиков, и для девочек. Доверие своего тренера для спортсмена важно. Это как особый вид мотивации. Так и наставник Кристины Андрей Пшеницын рассказывает, что бы ни случилось у нее, спортсменка всегда в строю и готова к работе. Кристина, прежде всего, очень дисциплинированный спортсмен. Которая, несмотря на какие-то побочные эффекты, травмы, она в любом случае всегда в строю, всегда работает. Она выполняет все задания, выполняет их всегда на 100%. Но это, наверное, и есть залог ее выступления, потому что на протяжении уже долгих лет она и в детском, и в юношеском возрасте она всегда была на первых ролях. Сразу после чемпионата России нет не отдых, а тренировки. По итогам выступления на турнире наша спортсменка попала в состав сборной России для участия в предстоящем чемпионате мира в Турции. Работы предстоит еще больше, но оно того стоит, когда по итогу у тебя оказывается золотая медаль. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.